Дисклеймер Я не заставляю вас ли поверить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о том 10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тихеном. Десятое место. Вспомним этот момент. Просто то, как Чингук смеялся, когда бьют по попе каждого участника. И то, насколько он стал серьезным, когда пришла очередь Тихена. И как бы факт, посмотрите на разницу того, как участники бьют каждого по самой ягодице. И Тихена вообще сбоку. Джим, когда ударил Тихена по попе, проверил реальность. Реакцию Чингука. И Чингук не отрывал взгляд от места, где Тихена ударили. Девятое место. Любить это хотеть касаться. Пусть украдкой, пусть хоть на мгновение. Быть рядом и не коснуться это преступление. Восьмое место. Ох, уже те ролевые игры. То, как Чингук прикасался к чокеру Тихена, так называемому ошейнику. И то, как Чингук даже пытался заставить Тихена лайт. Меня очень смущает. Но я не буду упрекать их. Просто это их веселая жизнь. Иногда Тихена накрывает так, что теряет всякий контроль. Его любимое сладкое местечко. Седьмое место. Забота и внимание. Они буквально не отлипают друг от друга, когда второму плохо. Их отношения прекрасный примет для подражания. И это происходит снова. Тихен приходит к Чингуку и спрашивает о его самочувствии. Присутствие Тихена делает Чингука счастливым. Шестое место. Чингуку нравится естественная красота Тихена. Иногда Тихен может быть не уверен в себе. Поэтому Чингук каждый раз напоминает ему, насколько прекрасна естественная красота Тихена. Без макияжа и даже с прыщиком. Теплые обнимашки. Пятое место. Что, как Чингук смотрит на Тихена? Чингук так очарован Тихеном. Он буквально растворяется в нем без остатка. Немного отвлечемся. Новое видео Бама из тренировочного центра. Как приятно видеть Бама. Это как привет от его хозяина. Буду ждать от них больше обновлений. Попалось мне это видео на глаза. И моей голове просто не укладывается это все. Как можно допустить до того, чтобы больные на голову люди вот так вот бежали за артистом? Почему такие люди в принципе существуют и в чем их предназначение? Такие моменты, мне реально хочется размазать их по стене и плюнуть сверху. Тихен Твиттере 9 лет назад опубликовал милое фото с четвероногим другом. Тихен всегда с особым трепетом и любовью относился к животным. Они ему отвечают тем же, чувствуя от него теплоту и любовь. Вспомним этот момент. Тихен засчитывает вопрос от фаната. Я и Ченгук когда-нибудь сильно ссорились или дрались друг с другом? Нет, я никогда не дрался с Ченгуком. Я и Ченгук нас часто ругали вместе за что-либо, но мы никогда сильно не ссорились друг с другом. Эти двое даже ругаться не умеют, как все нормальные люди. Южный красавчик Ченгук в Твиттере 9 лет назад. Ну до чего же, милый зайка? Хейт в сторону Ченгука продолжается. Его обвиняют в причастности к оккультной религии. Сам Ченгук уже ответил на все вопросы о религии. У меня нет религии. Со стороны моего отца христиане, а со стороны матери буддисты. Но такого никогда не случалось, когда я рос. Никакого принуждения не было, поэтому я не религиозен. Корейский ютуб-канал недавно опубликовал образ легендарного фанкама Тэхёна. Гений мимики. Он заставляет нас улыбаться маминой улыбкой и улыбкой мамы и папы. Выражение его лица меняется. А жесты становятся такими милыми, сексуальными и безмолвными. Я думаю, что люди, которые увидели бы его впервые, сошли бы с ума и смотрели бы на него с открытыми ртами. Это то чувство, которым я восхищаюсь, когда вижу статую в музее. Я думаю, что люди, сидевшие в первом ряду, должно быть, были сумасшедшие. Это действительно легендарно. Это слишком сильно. В нем закручена яркая энергия печеная. Действительно, печеная в сцене, это поистине утикальное зрелище. Его жесты, мимика, голос, водители и тела восхищают и поражают. Давайте немного отвлечемся. Вот Чангук, который внезапно понимает, что тот, у кого больше фотографий со шпионом, теряет очки. И в данном случае, именно у него больше всего фото с ним. Четвертое место. У Чангука так глаза блестят, когда он смотрит на Тэйхёна. Оба красивы до небес. Как же гармоничные. Здесь Тэйхён такой кокетка, знает себе цену. А Чангук аж от красоты такой подтянулся. Глаза загорели. У меня уже 220 вольт любви и напряжение от них обоих. А как он неосознанно повторяет движения Тэйхёна. Этот момент нежности. Однажды Чангук сказал, в наших отношениях я больше хён. И смотря на подобные моменты, эти слова постоянно вспоминаются. Это любопытно. Третье место. Люблю их абсолютно незаметное перемещение поближе друг к другу. Это нежное поглаживание Чангука по плечу Тэйхёна. Там, где-то в сторонке, подальше от камеры всего этого. Столько в нём нежности и любви. Сколько раз был зацелован и занежен в шраме к Чангука Тэйхёном? Бесчисленное множество. Главное в жизни найти человека на одной волне с тобой. Как хорошо, что Чангук и Тэйхён справились с этой задачей на 100%. С тех пор Чангука Тэйхён были довольно неразлучны. Их часто можно увидеть очень физически нежными друг с другом. Что заставляет некоторых полагать, что между ними существует романтическая связь. Хотя сложно заметить в общедоступных видео какие-либо явные вмешательства с целью разделения Чангука и Тэйхёна. Но бывают случаи, когда кажется, что кто-то за кадром дал им указания, и они быстро разошлись. Часто это происходит, когда все остальные участники тоже находятся в кадре. Но Тэйхён и Чангук единственные, кто физически касаются друг друга. Либо они обнимают друг друга, либо шепчутся или хихикают между собой. Иногда можно даже увидеть, как один из других участников, либо физически раздвигает их, встает между ними. Либо жестикулирует таким образом, как будто Кион говорит им расстаться. Это, конечно, не происходит постоянно. Есть много видеозаписей, на которых они оба вот так друг без друга просто не могут. Но это то, что я замечала время от времени. Я думаю, что есть несколько причин, почему это происходит. Первая и самая очевидная из них заключается в том, что они пытаются предотвратить любые сомнительные слухи об отношениях между Чангуком и Тэйхёном. Это самая популярная шиперская пара в BTS, но, наверное, и в кип-поп в целом. Каждая маленькая микровзаимодействие между этими двумя фиксируется, анализируется и раздувается с шиперами Тэйгу. И они распространяют это по всем соцсетям. Вторая причина, по которой, я думаю, Чангук и Тэйхёна намеренно разлучают на съемочной площадке, заключается в том, что когда они вместе, они имеют тенденцию исчезать в своем собственном маленьком мире. Забывают смотреть в камеру, общаться с другими людьми в комнате или слушать, что происходит вокруг них. Особенно, если они разговаривают или возятся друг с другом во время работы камер. Это может отвлекать или неуместно. И это не очень хорошо выглядит. Если Тэйхёна нет рядом, Чангук обычно угрюм неактивен. Но как только Тэйхён появляется, у него сразу загораются глаза. Третья и последняя причина, которую я озвучу, заключается в том, что я думаю, что иногда нужно просто заставить их разнообразить свое социальное взаимодействие с другими участниками. И Тэйхён, и Чангук оба близки с другими мальчиками. И фанатам нравится видеть, как все семеро взаимодействуют. Однако, если бы Тэйхёна и Чангука предоставили самим себе, они, вероятно, большую часть времени просто объединились бы в пары в играх и занятиях. Что мило, но это не дало бы фанатам такого большого разнообразия в парах, показываемых на экранах. Часто кажется, что другие участники просто признают, что они такие и отпускают их. Но иногда вы видите, как их как бы намеренно разделяют и помещают в разные команды и так далее. Чангук и Тэйхёна обнимались, но был запечатлен момент, когда Чангук уже отходил от Тэйхёна. Это подозрительно. Собственник Тэйхён. Мы поняли, Тэйхён, он только твой. Помните, когда Чангук и Тэйхён планировали вместе посмотреть фильм? И Чангук заснул в комнате Тэйхёна, ожидая, когда принесут их еду. В это время Тэйхён спамил в чат-руме и делился с нами этим. Позже мы увидели, как Тэйхён кормил картошкой спящего Чангука и испачкал ему рубашку соусом. Первое место. Это просто факт. Как будто, если они не коснутся своими пальцами друг друга, случится конец света. Но, думаю, так и есть. В их случае физический контакт сравним с глотком воздуха. Их ритуал и личная примета на постоянную удачу. Сверхскоростная зарядка одним касанием. Это то, как они поддерживают свою особую связь. То, что может снять усталость и зарядить тебя на весь день. На этом я заканчиваю свой ТОП. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!